Привет всем любителям пошаговых стратегий! Вы видите и слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет, и смотрите продолжение партии за Такугаву в Сидмерс Цивилизейшн 6. Новый лидер Японии, новый пак лидеров вышел, вот мы проверяем, как тут будет играться. Ну подробности в первой серии, перейдите к ней, ссылка в описании в прикрепленном комментарии на весь плейлист, там в общем-то можете посмотреть, что мы тут задумали. Спонсоры канала все серии ведут сразу, спасибо вам большое за поддержку и давайте продолжать. Старт, по-моему, у нас тяжеленький, слабенький. Так, ну, наверное, монументальность возьму, хотя исход евангелистов тоже можно, я надеюсь, что я буду основывать религию. Посмотрите, сколько у нас религий? Пять. Одну уже основали, вон Япония, ну а третий, слушайте, три религии на нашем континенте будет, но в любом случае, мне кажется, я смогу основать. Так может все-таки тогда исход евангелистов брать? Все-таки два очка к счету эпохи. Попробуем исход евангелистов. Так, это... Сюда ведем, тут стоим пока, не буду апгрейдить. Нам бы еще рабочего заполучить. Так, тут фиг пройдешь еще. Надо с японцем об открытых границах договориться. Как у них, кстати, между собой отношения. У Сулеймана почему-то к японцу дружелюбная, а у японца к Сулейману нет. Странно, ну ко мне у всех плохое, потому что у меня армия типа слабенькая, у них же там... Нет! Не, он... Фу. Ушел. Слушайте, он прям вел сюда город ставить, представляете? Так, орошение открыли, трудовую повинность. Так, а я сейчас ускорю, кстати... Во. Так, во-первых, мы рядом с чудом поставили город, во-вторых, раннюю империю ускорили, давайте ее и открыв... А, вообще даже открыли ее. Дешевле. Ну, вообще нам надо поселенцев делать. С другой стороны, нам нужен... Без Магнуса это будет очень тяжело, поэтому пока... Ну, то есть мы будем очень много жителей, а так как у нас тут не растет город, это вообще будет очень невыгодно. Блин, прям сюда уже турок привел поселенца ставить, охренеть. Ну, тут он, скорее всего, поставит. Это место займет, так что я правильно сюда гифу вел. Иначе тут уже турецкий город стоял. Наверное, полечимся пока. Хочу скауты этого завалить, хотя мы уже ускорили, что там требовалось. Так, Ранние империи, на чуди поставили, пустыни поставили. Пока, наверное, ничего не меняем. Вселенцев не ставим, это когда у нас Магнус прибудет в Токио. И будет прокачан на снабжение. Тогда карточку поставим. Поэтому пока мистицизм или военную традицию лучше. Хотя на военную традицию пока. Так, тут надо выкупить все-таки оазисы, иначе нам расти просто не на чем гифу. Так, куда дальше? Ну, давайте письменность откроем, чтобы просто была возможность строить. Хотя, может, стоило взять, уменьшает стоимость покупки клеток. Мы бы дешевле выкупали. Блин. Турок убил. Блин, цвета как у Венгра. У Турции. Будем считать, что это Турция завоевала Венгрию. И поэтому так выглядит. Хотел же полечиться. Ладно, тут просто ушли юниты, поэтому можно посмотреть. Че да как. Блин, триста сила. Может мне армию стягивать гифу? Потому что я боюсь, что чувак может на меня напасть. Стоят прачники. Да, знаете что? Я думаю, что надо подводить сюда. Иначе может быть поздно. На эти-то города никто не нападет. Недостаток счастья, кстати, в Токасаке. У нас вообще только один ресурс со счастьем обработан. Пока что этого, конечно, мало. Блин, как бы мне тут в тему была бы Наска. Как было бы здорово, если бы Наска была. Так, плюс три. И трудовая дисциплина. Правительственная площадь, содержание юнитов. Так, и повышаем Магнуса. Дальше. Три хода до его прибытия. Но нам надо почитать молитвы. Четыре хода. Да, и у нас два хода до военной традиции. То есть я к тому, что пока мы, наверное, не меняем на поселенцев. Потому что нам надо сначала религию основать. Я бы вот тут стоял, просто следил за армией. Два прачника не страшно. А вот если еще дуболомы припрутся... Ладно, надо поставить полечиться все-таки скаутом. Фигасе, они даже готовы за проход нам деньги заплатить. Ну, примем. Так, я бы, может... 79. Блин, мне рабочего еще нужно. Денег вообще пока нету. Ну, мне для этого все-таки надо внутренние караваны. А с другой стороны, бонусы от внутренних караванов за Японию, когда есть хоть какие-то районы. У меня пока только один район в Токио. Блин. Так, ну, тут в политическую философию пока... То есть у нас есть два хода, чтобы поставить карточку, например. У нас одной молитвы в священном месте не хватит, чтобы религию основать. Просто очень надеюсь, что Япония с Турцией повоюет когда-нибудь. Ну, вот, место у Турции намного лучше, чем у меня выглядит, например. Он уже начинает, главное, свою религию еще распространять на меня. Творына. Так, слушайте, я могу с него потребовать, чтобы он не обращал меня? Нет, не могу. Ну, по-моему, мне для этого надо, чтобы у меня была религия. Ну, чтобы объявить ему войну и убить его этого... Блин. Мне кажется, я тремя... Лучниками вполне смогу отбиваться. Еще попробуем тут стены построить. Но он только на Гифу может нападать. Блин, мне просто не нравится это обращение вообще. Он сейчас дальше пойдет. Надо объявлять войну, к сожалению. То есть я еще и спорчу отношения с тем японцем. Так, тут пока стоим, тут апнем. Так, ну тут надо валить теперь. Ой, блин. Крем мы отсюда свалим. А, блин, у него Ают Хай еще в союзничках. Пак. Это я не все продумал. Блин, у него еще и 30 науки. То есть он сейчас может в какие-то современные эти выйти. Юниты. Ну, видите, то порвел. Вот уже, например, отдает прачника, понимаете, да? Просто минус прачник у него на ровном месте. Так, Магнус. Да, я еще ему пообещал, что войска отведу. И наврал. Блин. Так, уже и та Япония взяла пророка. Все пророки чисто на нашем континенте. Пока что. А кто у него был? Какой пророк? Иоанн Креститель. И что, он основал буддизм? Точно. Иоанн Креститель основал буддизм. Ну и Заратустра основал ислам. Смешно. Колесо. Всадники. Так, давайте, во-первых, японцу, наверное, продадим. Если вообще ему требуется. А ему не требуется. Давайте, наверное, всадников откроем. Я бы построил всадников. Колесо нам не надо. Навигацию по звездам надо, конечно. Гавань построить в Токио. Но она у нас единственная. Так что туда спешить. Да. Минус скаут. Ну я практически все тут открыл. Мне тут скорее уже галерой надо плавать, а не... Ну не знаю, я думаю, что вот так я смогу отбиваться. Мне бы еще в ГИФу стены построить. А стены у нас в оборонительной тактике, да? Ускоряются. Нет, это мы не сможем поставить карточку. Так, ну я, наверное, политическую философию так и открываю. И не строю поселенцев, потому что я не... Ну вот этот... Мне не хватит. Мне надо два раза читать здесь. Стоим пока так. Так, монумент готов. Тут мы будем строить рабочего. Очень все медленно. Очень мало производства у меня. Это будет точно тяжелая партия. Прямо 100%. Без всяких преуменьшений. Вот была партия за Авраама Линкольна. Там, конечно, нам повезло. С тундрой, с пантеоном на тундру. О! А зачем ты сюда прибежал? Прибежал. Где скаут не нужен, да? Понимаю. Говорит, скаут не нужен. Турок. Ну, я потерял скаута. Он потерял скаута. Все честно. Блин, как мне тут пройти? Из-за Аютхаи... Так, он сейчас подойдет. Надо сюда встать. Из-за Аютхаи не смог пройти. 105. О, подходит. Так, ну я сюда буду стоять пока. Пока он меня... А... Пытается... Даже буду подходить, наверное, лучниками. Слушайте, а может мне вообще попробуйте из мир взять? Че я... Че я... Че я стесняюсь? Между прочим... Так, или... Сюда давайте лучше встану. Он же, наверное, не сможет на территорию... Японца заходить. Так, а что мы... Ладно, сейчас мы откроем политическую философию. Надо придумать, что брать. Блин, а как-то ты без зоны... Не понял. А почему у него зона контроля не сработала? Так, ну и олигархию надо брать. Раз мы воюем. Плюс 20 процентов. Содержание юнитов. Создание морских юнитов. Ну вот поселенцев надо ставить 100 процентов. И, наверное, два влияния в ход. Попробуем в путь Болонью Антона Нариву. Так. Здесь, наверное, содержание юнитов пока поставлю. Морских, наверное, не хочу. Хотя мы просто в одном городе, а у меня там есть что строить. Что-то лимон великолепный оракул построил. Блин, мне еще караваны нужны. Черт, столько всего нужно. Ну, блин, и военную традицию надо открыть, чтобы атаку с фланга... Надо военную традицию открыть. Зря поставил пока поселенцев, честно говоря. Я, наверное, хочу все-таки сначала еще один караван построить в столице, и потом только мы будем... Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь, либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров «Жевжиков Патрициев», а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Суперспасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Блин. Пока в оборонитель, не знаю, даже пока драму и поезду открываем. Ладно, культуры нету, дифига. Я не верю, что мы из мир можем взять, честно вам скажу. Ну, хотя, как воюет турок, может быть и возьмем. Так, есть религия. Ну, я должен был объявлять ему войну. Он у меня пошел еще города, обратил свой слам вонючий. Зачем мне это? Ну, вообще... Мы его, конечно, удержать не сможем. Видимо, его надо будет стирать сразу. Ну, вообще, берем, мне так кажется. Блин, как бы мне тут спасти... Надо, наверное, стоять все-таки в защите. Так, здесь, значит, я хочу торговца сначала. Поселенец. Семь ходов поселенцы, охренеть. Тут вообще со строителя начать еще. Хотя бы производство. Ну, вот у меня есть два железа. Знаете, что надо сначала строителя. Потом торгов... Может, торговца в одном из этих городов. Тут надо железо обрабатывать. О! Прокачку получили. Так, надо попробовать... Учью, метеоритный дождь прилетел. Это очень хорошо, кстати. Сбегаем за тяжелой колесницей. Так, подождите. Как мне тут лучше сделать? Наверное, так. 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 И... Я все равно что-то слабоватый из мир берет. Ну да ладно. Так, здесь попробуем все... Блин, там военный лагерь. А-а-а-а-а, я тупанул. Я забыл, что военный лагерь еще и со стенами. тут хана скауту этот прачник и военный лагерь про атакует шьерт побери так во первых что у нас за пророк был конфуций дальше чё за религии у этих ребят каравая музыка дом собраний накормимину нам трудовую дисциплину надо брать и конфуцианство вообще есть в конфуцианство раз конфуций там трудовая дисциплина и вторым но я бы сейчас ногу 2 вообще далековато я не думаю что я так буду там храмы прям строить час что я бы что-нибудь просто что давала может науку а уже да вот межкультурный диалог бы я наверное взял а может дешевле попня давайте межкультурный диалог хоть какая-то наука плюс так есть производство соответственно рабочего мы тут на один ход быстрее уже строим теологию ускорили вообще нам да надо в теологию идти для соседства священного места так что надо как драму реально и поезет открывать мистицизм откроем ради еще одного посла я попробую засоюзить баллонию оба нам не помогала против но правда быстрые может тут вообще он-то на на реву больше более сильная армия мечники может вообще получится ее купить у него так ну деньги открываем торговый путь мы сделаем ночью до этого такая ну выстрела не добила ладно ну походу все равно скауту хана тут зона контроля от военного лагеря мы не сможем сюда пробежать эх фак ладно минус скаут про такую вообще пока выглядит что берем очень дифу начинает лая но козет из-за того что ислам там распространен при мне еще священное место надо чтобы купить священников и пообращать так ну антона на реву союзем смотрим сколько стоит провести мобили 360 до столько денег у нас нету засадить сколько мечников я надеюсь что помогут с измиром этими нанки так а наверное не берется хотя пока просто прокачиваю лучников ну чё то кстати турок не особо юнитами бежит помогать а че тут я решил торговцы еще сначала построить и после этого только очень офигительную клетку обрабатывает город очевидно что вот это лучше как ни крути тут ты хоть сразу священное место строй так ладно а ислам что дает может быть как-то поиспользуем храмы свечилище столько же культуры сколько и веры но такое ой фига ты удар в бок не ну там он вряд ли возьмет дуболомом у себя даже никакого юнита не привел ну берем и уничтожаем просто отваливаться будет очень большая он рядом со столицами ну не рядом да рядом со столицей так что нафиг трапзон а блин я думал что день суд поставить но тут видите не влазит все равно будет сюда города станка тебя бы тут просто стоял армией наверное не давал ему там ставить ничего и священное место 42 хода вообще что что не начни строить строится просто очень долго приму что эти клетки выкупить с пшеницей но деньги еще на другое нужны блин обработка железа 5 сейчас я лес вы вырублю на торговца и на собственно поселенца да слушайте это мы хорошо доперли что надо этот захватывать и уничтожать хоть как-то немножко притормозим блин 82 культуры уже у турка 82 культуры он кстати а нету не хочет вообще заключать должен мне дань заплатит какую ну вот и что тут строить наверное надо священное место я просто из гифу отправлю караван в токио так ну нам надо в теологию так что драма и поэзия мы чудо явно не построим хотя престиж тут еще был может где-то возможно где-то возможно кстати а мы же можем тут еще заповедники построить например они что же будут на чудо влиять то есть вот так священные места а рядом с ними заповедники например надо подумать над этим вы глупый недалекий прай ну да я понимаю там куча осуждения зато ой там еще и тут дуба ломокате двумя дуба ломами гифа может и взяться так что надо срочно возвращаться пойти что ли еще трапзон кошмарить вот можно амфитеатр разграбить чему нет пока его армия не выглядит грозной не на железо я точно не буду продавать железо нужно самому так деньги пока отложу давайте мечника откроем ой как хорошо минус этот дуболом точно минус этот получает по сусалом пожвалом своим автор обзоне и ну 30 сила 30 означает что наверное есть юнит так читка еще раз какая у нас способность надо отправить в за каждый специальный район в пункте назначения да значит надо в города с большим количеством район у нас только в токио один район поэтому из гифу потому что чтобы производство хоть какое-то капало тут на поселенца делаем пойдем еще железо обработать вот проблема в токио что нету ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй убегает зайчик мой отсюда явно ой арбалеты так ну тут нам не рады почему-то пусть он в арбалеты ну конечно столько науки мне в арбалеты еще через стены как-то идти так в токио ну вот нормально 2 2 деньги наука культура за внутренние караваны вообще зашибись так деньги открываем а этим к эти по пути еще соберем метеорит получим колясочку так и здесь наверное все-таки священ святилище построим чтобы религию распространить так ну через речку не блин я его не заметил я думал подрядку и он просто идет к нам да баллонья объявила нам войну и нам убили лучника это плохо у нас был прокачанный лучник так ну тут точно виноград и тут наверное сразу тоже священное место так ну тут надо мечников открыть чтобы силу городов увеличить и отсиживаться правда колясочку получим но вообще все плохо я не знаю у ее и катапульта и он хоть оттуда может стрелять но по идее блин может взять кстати тапульта больно бьет катапульта бьет больно я к эти следующим ходом наверно смогу в мечника апнуть или мне не хватит еще о 18 стало хорошо это очень хорошо за счет того что у нас появился более сильный июнь было 15 стало 18 но все равно сила города против катапульты и копейщика слабовато ну сюда конечно поставим город подождите 1 2 3 сюда влазит уже 2 больше городов не влезет я подумал что если сюда поставлю то больше городов влезет сюда ставим тогда все равно блин может он мир хочет за город он готов мир заключить а уж больно так но мы копье вроде убиваем да так что город все равно не берется и мечника сделаем эти 25 сила отлично хорошо еще баллоня санта на на риву дерутся так вот тут надо наверно калмы обрабатывать так здесь покупаем миссионера возможно даже двух двух понадобится нам надо гифу обратно обрабатывать начало так асаки обратим там гифу обратно блин нам тут еще где-то город надо ставить без пресной воды получается блин овцы на пустыне но это какой-то прикол и там я на тот кто пирамиды построил он и петру построит я уверен блин древние стены нужны вообще производства никакого пойти что ли этим рабочим как-то в гифу наиза я даже где-то производство где нам рудник поставить чтобы производство хоть какое-то в гифу появилась так вот тут мы должны по идее сейчас катапульту убить а тут холм рано блин я не думал что тут холм да ладно отойду сложно слушайте сложно вообще тяжело может мне два заряда хватит чтобы еще миссионеры не покупать не тратить очки веры ну тут точно придется город ставить когда-нибудь это место точно турка вот здесь надо бы не знаю может быть пускай город появится можем его захватить потом я думаю что у этого города надо галь сушки давайте галеру купим так только пирк у нас до конца два хода блин я опять мимо золотого века что ли а стоп я же я же обращаю города пусть и должен или не должен быть что-то не соображу мне два очка дадут еще одну очку надо где-то взять всадника надо 4 хода в пак и 210 монет пак как мне всадника получить а тут поплаваю 210 монет значит у меня будет только не пойму через два хода или через ход уже золотой век блин походу я опять не выхожу вот это вот хреново но мы во-первых раз убиваем это пульту во вторых мы вот так становимся гиф уже точно не берется блин гиф учет не обращается по ходу следующим ходом уже эпоха не как мы туда не выйдем да блин все очень плохо на самом деле нет этот не согласится ни на что а с японцем у него как отношения японец даже уже прекратил его ненависть блин брат японец вместо того чтобы помочь так ну вот это вроде не страшно ну и вышли в средневековье опять в нормальную эпоху да вот это будет сложное прохождение сто процентов это будет сложное давайте в теологии соседства для священного места поставим сразу потому что там кучу производства даст тут вместо двух влиянием на города ну как кучу про 4 плюс 4 производства в столице так дальше тут колясочка бежит мы сможем вообще в гифу обратить до сможем интересно тут даже в токио уже почему-то ислам сильнее влияет странно ну ладно продолжение уже в следующей серии спасибо что смотрели спонсоры могут поискать продолжение прямо сейчас в прикрепленном комментарии ссылка на плейлист для всех остальных она появится завтра играйте в умные игры слава украине живи беларусь всем пока я алексей халецкий тот кто сделал это видео лайк комментарий подписка возможно суперспасибо и спонсорство спасибо за поддержку до следующих видео